Владимир спрашивает, почему некоторые священники ставят пример на телепередачах мусульман по рождаемости? Ведь у славы нет святости, благодати, прощения грехов, значит, это не религия. Значит, плодятся не потому, что любят детей, а, возможно, из корысти, что дети послали их Бога. Слушайте, ну это какая-то чушь какая-то. Что вы думаете, они еще какие-то свиньи какие-то бессовестные, что они плодят детей как бы без всякой любви, что они думают, что они любят своих детей, что ли? Ну как это так? Они же не тощат болванки на станке, они рожают детей. Такое животное они любят своего ребенка, тем более человека. У них нет, это неправильно. Если кто-нибудь ставит их в пример по рождаемости, то, по-моему, правильно делают. Ну а кем вас еще укорить, как неязычниками или иноверцами? Апостол Павел так и говорит, что я проповедую Евангелие и хочу раздражить сродников моих по плоти, иудеев. То есть вы хвалитесь, что вы святые, что вы все знаете. А вот гляньте, язычники приняли Христа, а вы не приняли Христа. Так же и здесь, что вы хвалитесь, что благодать у вас есть, прощение грехов у вас есть, все у вас есть. А что же у вас, ничего другого нет. А послушание младших к старшим, почему у вас нет. А почему уважение к старикам у вас нет. А почему дома престарелых у вас есть. А почему брошенные дети, допустим, дома малютки у вас есть. Раз вы такие благодатные, то где же ваша святость. Почему есть брошенные старики, брошенные дети. Гулящие бабы там и развратные мужики. Ну откуда это все есть. Поэтому вы должны смириться с тем, что есть люди неверующие по-нашему, но лучше нас. Я считаю, что очень смиряющая вещь. Если по моральному закону человек лучше меня, но он не верит, как я. Я должен не сомневаться в вере своей. Я должен задаваться вопросом, почему вера моя не дает мне силы быть как он или лучше его. Может быть это не в вере вопрос, может это во мне вопрос. Может быть я такой как бы хитрый шнырь такой, что я себе веру налепил, как значок на грудь. И все, мне хватает. А по жизни я хуже, чем они. Они по жизни могут быть лучше. Это правильно. Почему же не смириться бы нам? Если кто-нибудь трудолюбивее, чем вы, например. Ты встаешь с 12, ложишься в 8. И с 12 до 8, например, ты там один раз поковырял лопатой огород. А потом сел возле телевизора. А он встал в 6 и лег в час. И за все это время, например, он что-то там возделывает, там сажает, рожает, там не знаю, там что делать. Там доит, пасет. Ну так кто из вас лучше, слушай, извини меня. Ну ладно, у тебя крестик на груди, у него нет крестика на груди. А кто лучше по жизни? Кто вообще полезнее, трудолюбивее? Конечно, он, а не ты. Ну так что ты выпендриваешься? Ты что думаешь, что вера автоматически зачисляет тебя в число лучших, что ли? Ну это чушь какая-то, блажь какая-то. То есть ты и бабе изменил, и свою родную жену на аборт толкнул, и детей у тебя один, а у него восемь, прости меня. И стариков своих ты копнул и пихнул в дом престарелых, а у него они все под боком, он сам их обхаживает. А кто лучше-то вообще? Чем ты хвалишься вообще? Вера это тебе что вообще? Переходящий вымпел как бы трудового красного знамени, что? Что ты самый лучший, что ли, потому что тебе ее дали? Это ерунда все, Владимир, ты вообще смирись вообще. И пойми, что есть язычники, которые лучше христиан. Не потому что христианство хуже язычества. Потому что и христиане, паразиты, подавляются самым худшим образцам человеческого рода. И их никак не спасает христианство. Иногда нужно поучиться у язычников. Почему нет? Платон был язычник, ну почитайте Платона. Многие ведь не читали, а там есть что почитать. Так что вообще сменяйте парадигму вообще. С понтов спрыгивайте и стыд на рельс нормальной жизни. Потому что нужно вообще трудиться, зарабатывать, кормить, жертвовать, помогать. Если ты это не умеешь, а вдруг кто-то умеет. То кто ты, а кто он? Какой тебе толк с твоей верой, если ты такой бесполезный? Это касается всех русских людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова